Здравствуйте! В понедельник мусульмане Дагестана и всего мира будут праздновать Курбан-Байрам. Это один из двух главных праздников в исламе. И сегодня мы поговорим о подготовке с координатором Курбан-Байрама в 2019 году от Муфтеатра Республики Дагестан, Магомедом Курбан-Дибиром. Магомед Юсупович, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ну, я не знаю, правильно так или нет, заранее поздравляю, но все равно с наступающим праздником вас. И о подготовке. Мы ежегодно, мы уже много лет отказались от стихийной традиции празднования. И сейчас у нас все это организовано, у нас нет забоя где-то на улицах. У нас есть определенные площадки, и вы их готовите. Пожалуйста. Да, у нас, как и в предыдущие годы, мы в Театре Республики Дагестан совместно с администрацией города. Последние уже 3-5 лет, можно сказать, успешно мы проводим эти праздники. Для этого есть отведенные две площадки. Это непосредственно сам ипподром между Каспийскими и Махачкалой. И рядом с Киргут, чуть-чуть вверх, поворот направо, площадка тоже подготовленная для того, чтобы мусульмане, прихожане города или по всему Дагестану пришли сюда купить, заколоть это животное правильно по исламу, подсказать, что нужно намерение, чтение тагбира. Все это на месте, на высоком уровне подготовлено. Для этого мы привлекли знающих людей, можно сказать, профессионалов, резчиков. 300 волонтеров на одном участке и на другом тоже 300 волонтеров. Всего 600 волонтеров для массового забоя и всех работ, касаемых по этому праздничному дню, мы сделали еще. Хорошо будет. Но как вам помогают в том числе администрации и другие организации? Настолько все готово сейчас уже, вот такие работы, может быть, остались там? В данный момент, в предыдущие дни, в данный момент идет работа подготовки загонов, въезды, выезды, парковки, знаки дорожные, чтобы люди знали правильно, чтобы без штрафов, поскольку у нас на дорогах камеры есть, все фиксируется. И проведение освещения, поскольку будет и питание бесплатное для всех, кто будет приходить, и для самих хозяев овечей тоже. Мы проводим воду для того, чтобы жертвенное животное тоже 3 дня будет стоять в клетках, чтобы ее тоже напоить. И уже места закалывания готовы, места обделки шкуры готовы, места резки, мясо тоже готовы. И сейчас идет подбор волонтеров для всех работ в обеих двух площадках. Но мы уже точно определились с датой празднования. Это 12 число, понедельник. Давайте мы все-таки будем из года в год для тех, кто, может быть, только начинает практиковать ислам, для тех, кто в прошлом году как-то формально отнесся к этому, а в этом году хочет все как положено сделать. Что нужно делать в день Курбан-Байрама? В день Курбан-Байрама желательно, чтобы пока из дома не вышел человек, желательно ритуальное купание выйти. Если человек выходит на суннат, желательную молитву, коллективную молитву праздничного дня в мечетях. И после этого, если у кого есть возможность принести в жертву, купить все это, сделать, как мы сказали, в этих обеих площадках у нас все готово. И чтобы люди правильно поняли, скажу следующее, что не обязательно именно в первый день туда идти. В последующие три дня тоже у нас есть такое же воздание, человек получает. Почему мы такую информацию даем? Потому что именно в первый день все туда рвутся, и пробки на дорогах, и суматоха, и все, столпотворение. Чтобы вот эту разгрузку делать на первый день, второй, третий день тоже ведь осуществляется. То есть воздаяние, вознаграждение сохраняется одинаково все три дня праздничные. Поэтому это тоже хорошо было бы сделать. Но и если человек покупает к себе домой, в кругу семьи, в частном секторе, если человек проживает, ему, конечно, желательно позвать гостей, друзей, родственников, в кругу семьи. Это дома заколоть животное, если домой привезти человека, прочитать такбир, и если за одного человека в семье принесли в жертву, жертвенное животное, то это достаточно для всех. Как будто все члены семьи осуществили эту желательную сумму посланника Аллаха в одном лице. Настолько обязательно закалывание животного в этот день? Для состоятельного человека закалывание жертвенного животного в день праздника является настоятельной суммой. Настizoятельный – желательный поступок близко к обязательному, но не обязательно. То есть, если не сделать, нет греха? Да, в нашем мазгабе нет греха. Состоятельному человеку в ханафитском мазгабе, то есть, у нас четыре мазгабы есть, состоятельному человеку для ханафитского мазгаба у них есть уальных обязательных. В их мазгабе, имея на то возможность, если человек не принесет жертву, то он попадает в грех. Но в нашем облегчении, даже если состоятельный человек, он не обязан, если оставить эту сумму, он в грех не попадет, но упустит очень огромное воздаяние. Но где эта грань богатая и небогатая, тем более в наше время? Ну, в наше время богатый человек, наверное, скажем, человек, если в месяц 20-25 тысяч рублей получает, и ему не приходится за квартиру платить, то все другое, собственно, и жилье есть. Думаю, этот человек должен, скажем, ему очень желательно в нашем обеспечении принести вверх. То есть, если он не входит в состав нуждающегося, то ему уже… Ну, так сказать, вот это то, что вы фармировали, если он не нуждается, и у него есть запас пропитания, что, думаю, если он сделает, пожалуйста, это ему очень зачтется. Кроме как в Махачкале, в других городах, что будет происходить, как будет организовано? В городах тоже, у них в Кизилюте в прошлом году есть отведенные места за городом, в Хасабюте тоже, в Дербенте тоже, и в Избибаше тоже такие места есть. Во всех городах Дагестана проводится так же, как и у нас в прошлые годы это практиковалось, и с каждым годом оно усовершенствуется, совершенствуется, и, иншаллах, мы через несколько лет выйдем на более высокий уровень, и более такое, ну, наше время, как бы, надо сказать, идти в ногу со временем. Вот, идя в ногу со временем, наши различные организации, они делают максимально так, чтобы людям было комфортнее исполнять, в том числе и мусульманские свои обязанности, удобнее, ввиду того, что не всегда получается запланированное сделать, к примеру, который запланировал заколоть животное в день Идальфитер или Курбамбайрама, но не получается. И я знаю, что есть благотворительные организации, которые готовы помочь даже вот на расстоянии, и мне кажется, это и полезно нашим землякам, которые проживают за территорией Дагестана. Ну, хвала Всевышнему, что такой фонд у нас есть, это фонд «Инсан». Кстати, можно сказать, это один из таких ведущих фондов, благотворительных фондов по Северному Кавказу, один из ведущих фондов. В этом году фонд «Инсан» проводит обратное принадлежение в количестве 1500 голов в местности, в самом мясокомбинате внутри. У них есть акция «Мясо в каждый ведный дом» для подопечных фонда «Инсан». И они тоже берут на себя все обязательные моменты правильного закалывания и адресную доставку мяса для неимущих. В этом плане тоже у них реквизиты есть, фонд «Инсан» в сайте, если посмотреть, они могут оплатить и отправить имена, за кого они будут закалывать это жертвенное животное, а мясо пойдет на благотворительность. Получается, человек, обращаясь в фонд «Инсан», к этой акции обращаясь, он и получает два воздаяния. Какое? За то, что он принес жертву и за то, что помог неимущим. То есть эти оба блага в нем содержатся. Но в этот день, кроме этих двух площадок на территории Махачкалы и тех площадок, которые обозначили вы в других городах и районах республики, будут ли существовать какие-то другие, работают ли они, и как быть людям? Может, кому-то удобнее, к примеру, доехать до другой площадки? Ну, естественно, имамы городов, всех городов, они осведомлены. Районные имамы на районных центрах тоже от муфтията, они осведомлены. Они тоже работают по той же схеме, что как мы здесь работаем. И в каждом городе тот же фонд «Инсан» тоже функционируется. И все возможности, которые мы предоставляем для столичных горожан, то есть те же самые возможности будут и у всех жителей Дагестана, если они обратятся именно в те отведенные места, где подготовленные есть для массового забоя в день праздника, последующие три дня. — Но может ли человек взять какой-нибудь частника, фермера где-то в селе? Будут ли с этим какие-то проблемы с точки зрения религиозной практики? — Нет, мы сегодня призываем всех, если массовый забой, если просто закалываются животные, просто обратиться в отведенное готовое место. Если он позволяет себе дома у себя, за городом или находясь в городе, частном доме, пожалуйста, мы и подскажем все, даже можем человека отправить, чтобы дома правильно, по всем нормам, что требуется для праздничного закалывания, мы можем и человека отправить тоже. Волонтеров у нас предостаточно. — То есть суть этих площадок в том, чтобы не допустить вот такого хаоса и стихийного забоя на городских улицах? — Естественно, то, что мы видели, то есть в предыдущие годы, когда, можно сказать, лет 5-7 назад вокруг мечетей, на дорогах, и вот этот зловой, там много чего бывало, это все уже в прошлом. И мы получаем хорошие отзывы, что именно эти две площадки приготовили. И, конечно, в этом тоже мы благодарим администрации города Махачкалы, что совместно они с нами. И вы уже заметили, наверное, по городу мы уже более 20 баннеров, больших счетов поздравительных тоже мы поставили. На каждом баннере у нас есть логотип Муфтията, правительство Республики Дагестана, администрация города Махачкалы тоже, поскольку и этот день тоже, вот 12-й день, и тоже у нас объявлены выходные. — Ну, давайте тогда уже напоследок мы обратимся с пожеланиями ко всем мусульманам Дагестана в связи с наступающим праздником. — Мы обращаемся ко всем мусульманам, заранее поздравляем всех мусульман с дагестаном, да и всей России, всех, кто нас видит. Дай Аллах, чтобы все наши жертвоприношения были приняты, чтобы эти праздники, этот праздник Курбан, этот праздник Уроза, чтобы эти праздники нас объединяли, объединяли наши мысли, и чтобы мы всегда во всех праздниках видели только взаимопонимание и взаимоуважение, и толерантность, и гуманность нашей религии. — Это были подробности, и сегодня говорили с координатором праздника Курбан-Байрам-2019 от Мафтеатра Республики Дагестан Магомедом Курбан-Дибировым, и я тоже от программы «Подробности» поздравляю всех с наступающим праздником, желаю всего наилучшего. С вами был Тельман Раджабов, даст Бог, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»